В СУ между тем за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по левую бережью Херсонской области. Как рассказал известием начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков, в распоряжении региональных властей появились фотографии ящиков от мин, используемых в СУ. Судя по маркировке на ящиках, мины произвели в Болгарии. Ужасающий момент, по словам Брыкова, в том, что болгарскими минами наносились удары прямо по этническим болгарам, которые исторически проживают в этой местности. Чиновник добавил, что на это должны обратить внимание в первую очередь болгарские власти, а также европейские международные организации. Сергей Гололобов, Вести-ФМ. Владимир Путин прокомментировал вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину западными странами. Во время вчерашнего рабочего визита в Торжок президент отметил, что даже если западные страны поставят Украине истребители F-16, они не смогут поменять ситуацию на поле боя. При этом он назвал легитимными целями аэродромы, с которых будут взлетать эти самолеты. Если они поставят F-16, эту ситуацию на поле боя не поменяют. И мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы взрывов. Если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. F-16 еще и являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать. По словам президента, НАТО сейчас запугивает свое население и оправдывает свои агрессивные действия российской угрозой. Это позволяет им объяснить провалы в экономике и расширять зону своих интересов. Запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится. Уровень жизни падает, совершенно верно. Это не пропаганда какая-то, это то, что происходит в реальной действительности. Им нужно оправдаться. Так вот они и пугают свое население, возможно, российского угроза. А сами распространяют свой диктат на весь мир. Вот эта самая НАТО залезает в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, в Латинскую Америку летут. Президент также напомнил, что Европе стоит учитывать интересы безопасности России. При этом никаких планов агрессии в отношении европейских стран у Москвы не было и нет. У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении к Евросоюзу. Да мы и на Украине бы никогда ничего не делали. Если бы там госперевод не совершили, а потом не начали бы военные действия на Донбассе. Тем не менее, мы все равно пошли на эти Минские соглашения. И в конце концов, просто вынудили нас уже перейти в другой форме защиты своих интересов и наших людей. Это полная чушь. Возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, еще Чеховку. Это просто бренд. Очередной способ обмануть свое население. Также на встрече с летчиками в центре боевого применения и переучивание летного состава глава государства призвал бережно относиться к единству российского народа. Цитирую. Как только мы начнем реализовывать деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ. Террористов, которые совершили нападение в Крокус-Сити, удалось вычислить и отследить благодаря камерам видеонаблюдения. Когда начался пожар, полицейские вместе с коллегами из ФСБ спасли из серверной записи, которые помогли найти преступников. Об этом рассказали в МВД. С подробностями Екатерина Косинец. Здание концертного зала уже горело, когда на место прибыли сотрудники полиции. Чтобы не упустить террористов, нужно было добраться до записи с камер видеонаблюдения. Лестница была в дыму, а дверь в серверную закрыта. Но это не остановило полицейских, рассказывает начальник полиции управления МВД России по Красногорску, полковник полиции Максим Мехков. Вместе с сотрудником ФСБ мы по задымленной лестнице поднялись на четвертый этаж к серверной, выломав дверь, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили автомобиль, на котором скрылись преступники, и незамедлительно передали данные в оперативный штаб, что позволило установить маршрут их движения и задержать. В этот момент и появилась ориентировка на тот самый белый Рено-Симбол. Дорожные камеры фиксировали его передвижение. Судя по данным видеофиксации, преступники торопились к месту, где планировали перейти границу с Украиной. На кадрах отмечено, несколько раз они превышали скоростной режим на 20, на 40 и на 50 км в час. Лишь спустя час после побега водитель сбросил скорость. Полицейские, которые преследовали автомобиль, как потом рассказали, ждали подходящего момента, чтобы при задержании не пострадали другие участники дорожного движения. И в районе деревни Хацунь в Брянской области, определив подходящий участок, начали стрелять по колесам. Так, по горячим следам, полицейские вместе с сотрудниками специального отряда быстрого реагирования задержали четверых непосредственных исполнителей теракта. Это Далерджон Мирзоев, Мурадали Рачабали Зода, Фаридуншим Сидин и Мухаммад Сабир Файзов. Они сразу же начали давать показания. Рассказали в том числе, как по дороге избавились от оружия. Позже телеграм-каналы сообщили, что на пути, по которому террористы уходили от погони, вдоль трассы М3 Украина в районе 338-го километра, обнаружены шесть гранатометных снарядов и взрывчатка. Место было оцеплено, а взрывотехники уничтожили снаряды. Кроме четверых исполнителей задержали еще четырех подозреваемых в причастности к теракту. Отца и двух братьев Исломовых. Они передали террористам автомобиль. Восьмой фигурант Алишер Касимов сдавал боевикам квартиру. Его и семью Исломовых суд оставил под стражей на два месяца. Следователи продолжают работать с родственниками террористов. Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах Таджикистана, все обвиняемые в теракте до отъезда в Россию проживали недалеко от Душанбе. Сейчас там допрашивают членов их семей. В больницах Подмосковья и Москвы продолжают оставаться 74 пострадавших во время теракта в Крокус-Сити-Холле. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В обновленном списке МЧС погибшими числятся 143 человека. Екатерина Косинец, Вести ФМ. Основателю Телеграм Павлу Дурову следует внимательнее следить за мессенджером из-за его частого использования в террористических целях. Об этом Телеграм-каналу Шот заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов. При этом Песков добавил, что планов по блокировке мессенджера Телеграм в России пока нет. В российском МИДе назвали предсказуемым саморазоблачением реакцию Запада на теракт в Крокусе. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично прокомментировала ситуацию. Вашингтон был готов взять вину на себя, лишь бы оправдать Киев. Когда они завопили сразу, что это туристическая организация, запрещенная ИГИЛ, они, собственно говоря, сами начали указывать на самих себя. Потому что нет сейчас человека на планете Земля, который бы не понимал, что за всеми этими ИГИЛовскими, Аль-Каидовскими, чудовищами, Джабхата-Нусровскими стоят именно политические вот эти манипуляторы из стран Запада, НАТО и в первую очередь США и Британии. Поэтому вот что удивительно, вот это удивительно, а не реакция их подвывающих, как там говорили, подхрюкивающих, подскуливающих в Европейском Союзе. С теми все понятно. У тех методички то одни, то вторые. Но они же за сутки поменяли свою реакцию как раз под действием мирового большинства. В первые же сутки закричали «Белый дом, Госдепартамент» — это что угодно, только не Украина. Мне кажется, они готовы были на себя сразу взять вину. То есть, типа, потом бы разобрались, лишь бы только не Украина. Захарова также заявила, что агентство «Блумберг» стало источником распространения дезинформации. И так она прокомментировала сообщение американского агентства о том, что в окружении Владимира Путина якобы не поддерживают версию причастности Украины к теракту в Крокус-Сити-Холе. Теперь к сообщениям из-за рубежа. В Германии не хватает солдат. «Бундесвер» признался в постоянном оттоке кадров. Так, согласно годовому отчету «Бундесвера», в прошлом году его покинули больше полутора тысяч солдат. Это же касается армии других европейских стран. На связи со студией наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Говорится ли в докладе о том, с чем связана естественная убыль численности «Бундесвера»? В данном докладе нет. Это просто информационное сообщение о том, что да, за 23-й год чуть больше полутора тысяч солдат покинули службу. И общая численность «Бундесвера» сократилась до 181 тысячи. И по итогам этого доклада никаких пресс-конференций от «Бундесвера» не последовало каких-то пояснений. Но, как вы совершенно верно сказали, это проблемы не только Германии, но и других европейских армий. Поэтому о причинах можно спокойно судить по выступлению министра обороны Франции Себастьяна Лекарню, так как по Франции тоже был примерно аналогичный доклад, в котором говорится о том, что во Франции военнослужащие стали оставаться на службе в среднем на год меньше, чем это было раньше. И министр обороны Франции Лекарню как раз представил план удержания, как он сказал, военнослужащих, который, конечно же, прежде всего предусматривает и повышение зарплаты для военнослужащих, повышение пенсии. Также власти готовы оказать им помощь и в поиске жилья, облегчить доступ к медицинскому страхованию и еще целый ряд мер. Но, как говорят эксперты, и это прозвучало на пресс-конференции Себастьяна Лекарню, это не решает все-таки главные проблемы службы в армии, потому что условия этой службы остаются непривлекательными. И главные причины, о которых говорят эксперты, это хронические сверхурочные, которые необходимо солдатам исполнять, также многомесячное отсутствие дома и, что тоже очень важно, отсутствие периода восстановления, когда человек может после выполнения тех или иных заданий все-таки какое-то время провести в спокойном режиме и восстановить свои силы. И вот эти все условия, они в результате армии, европейские армии проигрывают конкуренцию с частным сектором, где тоже, кстати говоря, в Европе не хватает рабочей силы, где предлагают повышенные условия для работы. И поэтому профессиональная служба терпит эти убытки практически в всех европейских армиях. И, как заявил Себастьян Лекарню, сейчас эта проблема обсуждается во всех столицах НАТО. Как он сказал, мы на встречах, как правило, обсуждаем темы вооружений, новых видов оружия, поставок вооружения, хотя главное сейчас для нас это сохранение уровня численности армии. Как мы уже рассказывали, в Германии, как и тоже в некоторых странах, идет сейчас дискуссия о том, чтобы восстановить обязательный призыв в армию. Он сейчас действует, как известно, в рамках ЕС в странах Скандинавии, в страны Балтии ввели обязательный призыв, есть обязательный призыв в Австрии, Греции, ну в общем и все. А в таких крупных странах обязательного призыва нет. И в Германии, где этот призыв был отменен в 2011 году, как раз сейчас дискуссия подобного рода началась. Но пока идет не очень обширно, так как канцлер Шольц высказался против обязательного призыва. Понятно, что если он сейчас эту тему будет поднимать, то его и так невысокая популярность упадет еще ниже. Поэтому могу привести только последнее заявление Еве Хёггель, это комиссар Бундестага по делам вооруженных сил, которая как раз регулярно навещает вооруженные силы, следит и далее, и так далее. Так вот, Ева Хёггель тут заявила на днях, что более очевидный шаг для Германии, это не столько введение обязательного призыва, сколько обращение к немецким женщинам. Потому что вот если их привлекать к армейской службе и предлагать ему лучшие условия, то потенциал как раз женского призыва не исчерпан. И это очевидно, как это часто бывает, кстати говоря, в Германии. Они стараются брать примеры со скандинавских стран, где, в общем-то, эффективность многих проблем гораздо выше. Так вот, Дания же недавно заявила, что... В Дании обязательный призыв, как мы знаем, в армию. Но Дания недавно заявила, что с 26-го года этот обязательный призыв будет и для женщин. И Эва Хёгель как раз и говорит о том, что нужно пойти по этому пути и постараться привлечь женщин в армию. И тогда, может быть, как-то численность Бундесферы не будет уменьшаться. Но при этом не могу не сказать, что та же Эва Хёгель, которая регулярно, как я уже сказал, посещает, как ей она комиссар Бундестага, поэтому она обязана посещать вооруженные силы Германии. Вот она сказала, что проблема во многом Бундесфера состоит в том, что вот раньше я туда приезжала, и мне жаловались на то, что, ну, например, что-то пропало, не хватает защитных жилетов, не хватает касок. А сейчас, она говорит, в основном жалуются на то, что не хватает шкафчиков. То есть не хватает мест, куда всё это можно положить. То есть одна из главных проблем немецкого Бундесфера – это отсутствие полноценных качественных казарм, мест, где служащие могут провести время. И, как считают эксперты, вот ремонт всех казарм, военных объектов в Германии, он потребует 50 миллиардов евро. Вот такая оценка. И, естественно, на уровне такой оценки представить себе, что сейчас в условиях жесткого дефицита бюджета в Германии, конечно же, решить эту проблему в ближайшее время будет просто невозможно. Тем не менее, министр обороны Германии Писториус уже заявил, что он поручил к 1 апреля, то есть вот на следующей неделе, представить ему предложение о том, как будем увеличивать численность Бундесфера. Так что на следующей неделе посмотрим, что предложат министру его подчиненные. Александр? Спасибо. На связи со студией был наш европейский корреспондент Сергей Курохтин.